Строительство газопровода «Северный поток-2» закончено почти на 95%. Как заявили ДВ сегодня в компании «Нордстрим-2», проложить осталось менее 140 километров. Из них 110 в водах Дании и менее 30 в водах Германии. Но магистраль остается в центре бурных политических дискуссий. В минувшую субботу в издании «Шпигель Онлайн» появилась публикация, в которой цитируется глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вейбер. Он предлагает использовать «Северный поток-2» как политическое средство, чтобы заставить российское правительство скорректировать его курс. В интервью «Шпигелю» Вейбер заявил, что газопровод не отвечает европейским интересам, поскольку он экономически стабилизирует систему Путина, которая ведет масштабную деятельность против Евросоюза и его членов. Поскольку прекращение строительства при нынешнем правительстве Германии добиться невозможно, «Северный поток-2» следует превратить в рычаг внешнеполитического влияния, считает евродепутат. Таким образом, Манфред Вейбер разделяет аргументацию главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. Последний написал недавно статью для Шпигеля, в которой он предлагал привязать использование мощностей газопровода к партнерскому сотрудничеству со стороны Москвы. Тогда ответственность будет лежать на Кремле. По мнению австрийского эксперта профессора Инсбрукского университета Герхарда Мангота, высказывания Манфреда Вейбера можно интерпретировать в рамках поиска совместной стратегии США и ЕС и, в первую очередь, Германии относительно будущего «Северного потока-2». «Манфред Вейбер – это, так сказать, старый, ярый сторонник трансатлантического сотрудничества. И он не случайно высказал ту позицию, о которой он говорит в интервью Шпигелю. Он знает, что такая позиция по взаимному согласию США могла бы стать реальностью». В США сейчас растёт давление на Джо Байдена. На прошлой неделе влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз потребовал от администрации Джо Байдена введения новых санкций против, как он это назвал, трубопровода Путина. И заявил, что откажется поддерживать кандидатуру Байдена на пост директора ЦРУ, если администрация президента не примет новые ограничительные меры против «Северного потока-2». «Это большая дилемма для Джозефа Байдена. С одной стороны, внутри Конгресса и среди республиканцев, и среди демократов существует строгое требование ввести санкции и в любом случае остановить строительство «Северного потока-2». Но с другой стороны, Байден пытается восстановить отношения с Германией, которые сильно пострадали при Трампе. А новые санкции, которые привели бы к провалу проекта, безусловно, не пойдут на пользу германо-американским отношениям. И Байден начнет решение этой дилеммы. По всей видимости, сейчас проходят неформальные консультации между правительствами ФРГ и США. Их цель – выработка компромиссного решения, создание своего рода кризисного механизма, который позволит остановить прокачку газа по «Северному потоку-2», если Россия будет продолжать оказывать давление на Украину. Несколькими неделями ранее ввести санкции против «Северного потока-2» призывали президента США и ещё двое сенаторов. Они отмечали, что новый газопровод усилит зависимость ФРГ от российского газа и причинит ущерб Украине. В недавнем интервью ДВ советник главы правления государственной энергетической компании «Нафтогаз» Елена Зеркаль подчеркнула опасность новой магистрали для Украины. Сама она надеется, что проект не будет реализован. Я скептически отношусь к шансам «Северного потока-2» как проекта, который будет реализован. Потому что не только я, но и многие люди на разных континентах предпринимают усилия для того, чтобы этот проект не состоялся, поскольку мы понимаем всю угрозу, которую он несёт в себе. Для нас газотранспортная система Украины – это прежде всего не вопрос прибыли, это вопрос нашего существования и суверенитета, поскольку газотранспортная система защищает от прямой военной агрессии на территорию Украины. Герхард Мангат считает, что США под силу остановить проект. И от поиска совместного трансатлантического компромисса зависит будущее газопровода. Будет ли найден этот компромисс, может стать понятно уже достаточно скоро.